Что об этом думает заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов. Сергей Иванович, добрый вечер. Правда ли, что станция МТО придется серьезно потратиться? Вы уже прикинули, в какую сумму придется переоборудование таких пунктов? Грубо, от 50 тысяч рублей до 3 миллионов. Поэтому, почему такая информация? Потому что ряд операторов технического осмотра берут в аренду помещение оборудования. Там одни расходы. Ряд операторов технического осмотра берут помещение, оборудование непосредственно в собственность. Это другие расходы. И в зависимости от климатических зон, в зависимости от крупности населенного пункта, конечно, и стоимость самого пункта технического осмотра, его организация стоит по-разному. В городах-миллионниках или в крупных городах субъектов Российской Федерации, где там, например, количество населения больше 500 тысяч, то там действительно расходы значительно выше, и они приближаются к нескольким миллионам. Там, где, например, это в районном городе или в населенном пункте с небольшим количеством населения, где, в принципе, под пункт технического осмотра используется гараж, там расходы значительно ниже. А все ли смогут себе это позволить? Сколько операторов рискует не пройти переаккредитацию? Ну, вот по их же отзывам, которые мы написали, потому что понять, сможет он пройти подтверждение. Не аккредитацию, а подтверждение. То есть в течение года, с 1 марта, они должны подтвердить, что они работают в соответствии с новыми требованиями. Вот мы получили 85% из отвеченных, что готовы. 15% написали, что не готовы. Вот, поэтому, да, наверное, из этих 85% еще какое-то количество, наверное, уменьшится. Я хочу обратить внимание, что у нас на сегодняшний день и на момент опроса, который мы запрашивали, работает около 5000-500 операторов. Там в течение дня они меняются, потому что кого-то мы приостанавливаем, кто-то получает новые аккредитации. И вот из 5000 операторов нам ответили на анкету только 2500. Готовность о других операторах мы не знаем. Не кажется ли вам, что мы снова душим бизнес? Ваше решение – снова разрешить покупку ОСАГО без диагностических карт? Да, Российский Союз от страховщиков предложил такую идею. И это до 2012 года не было привязки диагностической карты к полюсу ОСАГО. Потому что сегодня практически, если возникнут проблемы непосредственно с доступностью к пункту технического осмотра, с их количеством могут возникнуть очереди, тогда это действительно очень резко отразится на продаже полюсов ОСАГО. Потому что непосредственно здесь зависимость. Если у тебя диагностической карты нет, то полюс ОСАГО заключить невозможно. И я хочу обратить внимание, что с 1 марта полюс ОСАГО формируется в электронном виде. И уже нельзя приехать к страховщику и сказать, вот смотрите, вот у меня в бумажном виде непосредственно диагностическая карта. Я не знаю, по какой причине она не попала в систему ЕСТО. Вот будьте любезны, мне продайте полюс ОСАГО. Страховщик уже с 1 марта, в соответствии с внесенными изменениями в закон об ОСАГО, делает запрос в ЕСТО, и если там нет подтверждения диагностической карты, то практически ее нет вообще. Независимо от того, прошел ты техосмотр или нет. Поэтому если диагностической карты нет в системе ЕСТО, полюс ОСАГО заключить невозможно. Соответственно, мы действительно предложили факт того, чтобы отъединить требования диагностической карты от полюс ОСАГО. Но тогда необходимо действительно сразу вводить требования, связанная со штрафом за суть диагностической карты. Потому что если не будет мотивации иметь диагностическую карту, то ее и покупать никто не будет. К вашим советам прислушиваются. И есть ли надежда, что такая инициатива будет поддержана сверху? Ну, мы обратились непосредственно в правительство. Центральный банк поддерживает нас по этому вопросу. Мы отправили обращение в писанном виде правительства Российской Федерации, в аппарат правительства. Посмотрим. Потому что сейчас сказать, поддерживают нас или нет, это будет решение, да или нет. Пока мы не знаем. Спасибо. На наши вопросы отвечал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.